Здравствуйте, большое спасибо за представление и за то, что вы меня сюда пригласили. Для меня огромное удовольствие обсуждать эту важную тему, в которой я и сам заинтересован очень сильно, потому что противораковая терапия действительно имеет влияние на фертильность, и молодые женщины, конечно же, должны иметь возможность завести детей и иметь хорошую нормальную семью после получения противоонкологической терапии. Вот это мой конфликт интересов, вот это мои вопросы. Беременность после первичного противоонкологического лечения у молодых женщин с РМЖ, она противопоказана, она рассматривается в качестве, ну только если она безопасна для плода, как безопасна для плода, а не для матери, или она рассматривается в качестве безопасной для ребенка и для матери. Если это ИР-негативный рак, или она рассматривается в качестве безопасной для ребенка и для матери, включая предыдущий анамнез, ИР-позитивный и мутации в области BRCA. Проведем маленькое рандомизированное исследование. Кто проголосовал? Поднимите руку. Проголосовало много. Хотелось бы увидеть результаты. Окей. Отлично, прекрасно. Возможно, вообще нам не нужно этот доклад делать. Я полагаю, что в последующие 20-25 минут мы будем как раз говорить о следующих темах. Во-первых, как мы определяем влияние противораковой терапии на фертильность и на потенциал фертильности у наших пациенток. Затем я буду говорить о канадотоксичности разнообразных противораковых терапий. Затем я буду говорить о том, какие у нас стратегии сохранения фертильности у молодых пациенток. И два еще важных момента. Это возможность забеременеть после противораковой терапии и заключения. Как я уже говорил, как наш председатель уже говорил, к счастью, выживаемость наших пациенток сегодня улучшается с каждым годом. И особенно это актуально для женщин, молодых с РМЖ. Смертность у нас продолжает снижаться значимо из года в год. Это означает, что все большее количество женщин сегодня выживает. И, соответственно, большое количество вот таких выживших женщин, у нас есть прирост в этой выживаемости каждый год. Это означает, что у них должна быть какая-то жизнь после рака. Соответственно, эта жизнь и ее качество также важны, как и сама противораковая терапия. Итак, если мы говорим о сохранении фертильности, то это очень важно для наших молодых пациенток с РМЖ. Это перспективное исследование, которое показывает, что на момент диагностики приблизительно 50% пациентов, то есть одна из двух впервые выявленных случаев РМЖ, рассматривают возможность сохранения фертильности после онкотерапии. И 50% – это одна из двух на момент диагноза, и ей еще интересно все-таки репродуктивная функция и нормальная семья с детьми после окончания противоонкологической терапии. Соответственно, когда мы говорим о гандатотоксичности противораковой терапии, мы обсуждаем не только риск нефертильности, но также влияние на вариальную функцию. И это может также вызывать вариабельность разнообразных побочных эффектов. Это может иметь огромное отрицательное влияние на качество жизни наших пациенток. Это так называемая вариальная недостаточность преждевременная, которая может влиять на фертильность. Это может быть и сексуальная дисфункция, и беспокойство, и депрессия. То есть, соответственно, это огромное и очень негативное влияние на качество жизни. И мы прекрасно с вами знаем, что выживаемость, это означает, что если мы не говорим о выживаемости и о проблемах, которые связаны с противораковой терапией с пациенткой, то неудовлетворенность будет очень высокой. То есть, эндокринная терапия, например, на ее стандартная длительность 5-10 лет, беременность и связанные с репродуктивной функцией проблемы, это основная причина, по которой они прерывают эту терапию. И это означает, что это может быть, опять-таки, негативное воздействие на выживаемость. Соответственно, выживаемость зависит в том числе от удовлетворенности пациенток и от желания сохранить репродуктивную функцию. Затем, я только что ввел такую проблему, как вариальная недостаточность преждевременная. И вот это определение, которое было сделано европейским сообществом специалистов в области фертильности, это означает, что это отсутствие менструации, то есть аминория, как минимум, 4 месяца, и уровень ФСГ на уровне постменопаузы. И то, что касается наших пациенток после онкологической терапии, они могут претерпевать именно эти проблемы. Это означает, что менструальная функция, например, может восстановиться даже через 2 года после терапии, после окончания терапии. Если вы посмотрите на пациенток с РМЖ, то здесь у нас приблизительно через 6-9 месяцев может восстановиться функция после окончания терапии, восстановиться менструация. И, скорее всего, это 6 месяцев, например, это слишком рано после терапии, чтобы поставить диагноз в реальной недостаточности. Если женщины с регулярной менструацией после химиотерапии или другой противораковой терапии, у них может быть развиться нефертильность, даже если у них активно сохранится менструация. Если у них восстанавливается реальная функция менструация, то в этом случае у них может быть менопауза преждевременная по сравнению с теми женщинами, которые не получали противораковую терапию. Это означает, что влияние подобной терапии является гораздо более сложным и комплексом на репродуктивную функцию. Соответственно, несмотря на то, что нет стандартного определения преждевременной в реальной недостаточности у пациентов после противораковой терапии, тем не менее, есть определенные руководства и рекомендации. Здесь также определяется преждевременная в реальной недостаточность, как и аминария, как минимум в течение 24 месяцев, и также постменопазуальный уровень гормонального профиля. И также, если вагинальный датчик ультразвуковой показывает отсутствие в реальной функции, и это, безусловно, уже четкие показатели, которые показывают нам параметры в реальной недостаточности. Также в реальной резерве является одним из маркеров антимюллеровый гормон, его уровень. Это тот самый гормон, который можно очень легко проверить при помощи самого обыкновенного анализа крови. И это является маркером реального резерва. И существуют данные в литературных источниках, которые показывают, что использование этого маркера может нам помочь определить, насколько токсичным является наше лечение и как оно влияет отрицательно в реальный резерв женщины. Я полагаю, что нам нужно больше данных до того, как мы включим этот биомаркер в клиническую практику. На данный момент мы его используем для всех наших пациенток, но он не является стандартом терапии. То, что касается данной ганатотоксичности противораковой терапии. Во-первых, химиотерапия. Она действительно ганатотоксична, и есть два основных фактора, которые влияют на побочные эффекты. Во-первых, тип химиотерапии, который используется. Это разные цикловосфамиды, например. И это действительно очень отрицательно влияет на развитие, на сохранение реальной функции. И длительность терапии. Это второй фактор. Чем длиннее, дольше терапия, тем меньше мы сохраняем функции. Чем больше возраст женщины, тем тоже больше она подвергается риску реальной недостаточности. Соответственно, мы можем разделить всех пациенток на группу высокого и низкого риска с точки зрения сохранения репродуктивной функции. Не только химиотерапия влияет на наших пациенток, и не только ее мы применяем. У нас есть дакринная терапия. И тамоксифен, например. Есть данные, которые предполагают, что использование тамоксифена после химиотерапии повышает приблизительно на 50% шанс развития преждевременной авариальной недостаточности после терапии. Тем не менее, есть данные, которые сегодня предполагают, что используя AMH, то есть антимюллерового гормона, маркера авариального резерва после химиотерапии до или после тамоксифена, показывает, что нет никакой разницы в уровне антимюллерового гормона у тех пациентов, которые получали химиотерапию или химиотерапию плюс сопутствующую, вернее, последующую эндокринную терапию. Что мы можем сегодня сказать? Что эта тема остается все еще противоречимой, и что мы ожидаем, что тамоксифен повысит аминарию, такую проблему, как аминария, но, тем не менее, этого не происходит, и нет прямого токсического эффекта, который влияет на авариальную функцию наших пациенток. И, в конце концов, у нас есть таргетная терапия. Надо сказать, что с этой точки зрения у нас очень ограниченные данные. Единственные данные, которые у нас есть, это троксозумат плюс лопотениб для химиотерапии. И вот это исследование APT, это плакситоксиль плюс трансцозумаб, и исследование ALTO, это антрациклин плюс токсановые препараты химиотерапевтические плюс трансцозумаб, плюс лопотениб. И здесь не такая высокая токсичность, не такое воздействие негативное на яичники, но, тем не менее, в 28% случаев возникала аминария. Скорее всего, сочетание этих препаратов не вызывает более высокой токсичности. Когда мы с вами говорим о риске гонадотоксичности после нашей терапии, мы можем сказать, что здесь не только сама терапия, которую нужно обсудить с пациентками, но также и характеристики самих пациенток могут влиять во многом на авариальную функцию. Во-первых, это возрастная категория пациенток, потому что существует несколько исследований, данные которых подтверждают, что возраст является самым важным фактором, который ассоциируется с риском развития преждевременной авариальной недостаточности. Чем выше у нас возраст женщины, тем хуже будет подобный побочный эффект и токсичность подобной терапии. И еще одни характеристики – это мутация в гене брака, потому что доклинические данные показывают, что если наличество такая мутация с последующим дефицитом в механизме репарации ДНК, то в этом случае у нас будет более высокий риск, особенно если мы говорим о БРМЖ и о раке яичника. Но, тем не менее, вот этот недостаток в репарации ДНК также влияет на репродуктивный потенциал пациенток сам по себе, снижая авариальный резерв, снижая, по большому счету, снижая фертильность и повышая проблемы репродуктивные у пациенток. Соответственно, пациентка, если она еще получает противораковую терапию, то в этом случае это еще дополнительное отрицательное воздействие на авариальную функцию. Клинические данные, которые у нас сегодня есть, не очень большие. Тем не менее, есть два исследования данных, которых подтверждают, что действительно у пациенток с РМЖ мутация в гене брака, у них ниже уровня антимиллерового гормона с самого начала, и, соответственно, по сравнению с пациентками без подобной мутации, и, соответственно, даже до начала противораковой терапии это те пациентки, которые будут иметь более тяжелые побочные эффекты, и происходит это из-за мутации в гене брака, и здесь именно из-за этого происходят преждевременные потери авариального резерва или нет. На этот вопрос мы еще ответить пока не можем. Итак, то, что касается стратегии сохранения фертильности среди онкопациенток, сегодня у нас есть такие руководства, которые прежде всего требуют обсудить риск гонаттоксичности терапии до начала терапии со всеми молодыми пациентками, сразу после постановки диагноза. Те женщины, которые заинтересованы в репродуктивной функции, их можно отправить к специалисту-репродуктологу. Еще очень важно, недавно мы получили данные из руководства ЭСМО по введению пациенток с РМЖ с распространенным раком, и это одно из новых утверждений, которое предполагает, что риск гонаттоксичности можно обсудить с пациентками с распространенным раком. И это не означает, что мы должны проактивно отправлять пациенток с метастатическим раком к репродуктологам, чтобы сохранить репродуктивную функцию, но пациенток нужно тем не менее информировать, что существует такой побочный эффект, как потеря репродуктивной функции, и, соответственно, нам нужно их обсудить, как и любые другие побочные эффекты с нашими пациентками. На момент постановки диагноза и на тот момент, когда вы предлагаете терапию. Существуют определенные стратегии сохранения фертильности у пациенток, молодых пациенток с РСРМЖ, и, соответственно, есть первые две стратегии – криопрезервация эмбриона и криопрезервация клеток, ацитов. Это то, что можно предложить нашим пациенткам, которые хотят сохранить репродуктивную функцию. Соответственно, если они хотят забеременеть после онкотерапии, они могут воспользоваться этими стратегиями. Есть экспериментальные стратегии, которые, тем не менее, можно использовать у тех пациенток, у которых недостаточно времени для того, чтобы сделать криопрезервацию ацитов или эмбрионов. Нам нужно 2-3 недели для того, чтобы… По большому счету здесь немного времени уходит и на эти технологии, на криопрезервацию эмбрионов или ацитов уходит совсем немного времени. И сегодня у нас криопрезервация – это один из методов, стандартных методов для снижения риска. Также, тем не менее, мы должны рассмотреть криопрезервацию, конечно же, если мы не можем сохранить, или не уверены, что мы сможем сохранить абривальную функцию. Поэтому, если молодые женщины захотят иметь детей после окончания терапии, мы должны предложить ей подобную процедуру, и после этого мы можем использовать и ГНРХА во время терапии. И вот это перспективное исследование, которое проходило в нескольких исследовательских центрах. И здесь мы как раз смотрели на гонадотонсичность среди женщин разных возрастных групп. Как медицинские онкологи мы прежде всего посмотрели на разные терапевтические подходы и на авариальную функцию. Это были женщины старше 40 лет. Это женщины, которых мы не отправляли к репродуктологу, потому что здесь у нас успех сохранения репродуктивной функции в этой популяции будет на очень низком уровне. Мы всего лишь предложили супрессию ГНРХА во время химиотерапии. То, что касается более молодых женщин до 40 лет, мы, во-первых, обсудили с ними возможности и стратегии сохранения репродуктивной функции, и криопрезервацию, и у тех женщин, которых не интересовала беременность после окончания терапии, но, тем не менее, они беспокоились по поводу недостаточности, в реальной недостаточности, мы предлагали также использование ГНРХА во время терапии. И несколько еще слов по поводу беременности после первичной терапии противораковой. Надо сказать, что очень большое количество молодых женщин сегодня имеет, то есть, их интересует беременность после окончания терапии, и надо сказать, что среди них есть женщины после РМЖ, которые выживают, и у них очень высокие дозы, соответственно, понижается возможность забеременность после окончания терапии, и вот вы можете увидеть эту популяцию здесь. Надо сказать, что дело в том, что мы используем противораковую терапию, и очень часто у этих женщин не было возможности сохранить репродуктивную функцию, не было доступа к репродуктологу, и именно поэтому эти женщины столкнулись с проблемой отсутствия репродуктивной функции, и очень много врачей сегодня верят в том, что беременность у женщины с риском развития РМЖ или другой опухоли может отрицательно влиять на ее прогноз. Вот это исследование, которое мы провели в этой связи среди врачей, которые участвовали вот в подобном опросе, и которые участвовали в конференциях по РМЖ, то есть, это те люди, которые, в общем-то, лечат этих пациентов фактически каждый день, когда мы им задали вопрос, можно ли беременеть, и будет ли беременность повышать развитие рецидива РМЖ. И вы видите, что большое количество из них не уверено, что беременность может быть безопасной. И если некоторые говорили о браке, о раке, которые связаны с мутацией в гене брака, вы видите, что каждый второй был не уверен, что беременность после терапии, возможно, является безопасной. И, соответственно, вот это данные, которые все-таки достаточно хорошо показывают нам, что беременность вполне безопасна с точки зрения развития рецидивов. Вот это была популяция ИР-позитивная, то есть, это популяция пациентов, которые, в общем-то, мы беспокоимся об этой популяции больше всего с точки зрения беременности. Вот вы видите, здесь у нас период наблюдения в течение 10 лет, и вы видите, что выживаемость, и рецидивная, и безрецидивная никаким образом не отличается в этих группах среди женщин, которые беременели и не беременели. Вот это яро-отрицательная популяция. Вы видите, что здесь даже лучшие у нас исходы выживаемости у тех женщин, которые беременели, по сравнению с теми, которые не беременели. Несколько лет назад на АСКО мы также презентовали вот такое исследование. Здесь у нас исследование, которое показывает безопасность беременности среди пациенток с мутацией в гене брака. И вы видите, что это молодые пациентки с мутацией в этом гене. И приблизительно это женщины... Вот вы видите, здесь кривые выживаемости. И вы видите, что здесь даже лучше выживаемость выглядит у тех женщин, которые беременели по окончанию терапии. И нет никакой разницы в общей выживаемости. А безрецидивная выживаемость выглядит даже лучше. Соответственно, и R-положительные, и с наличием мутации в гене BRCA, соответственно, мы имеем так называемый эффект материнства. И с точки зрения времени, с точки зрения развития заболевания, все выглядит достаточно безопасно. Но, безусловно, она должна быть в состоянии очень устойчивой ремиссии на момент беременности. Мы верим, что беременность действительно безопасна после терапии. И на данный момент ER-позитивные пациентки могут даже прерывать эндокринную терапию для наступления беременности и вынашивания ребенка. И это вот еще одно исследование, которое на данный момент... Это были... На данный момент мы имеем результаты этого исследования. Это были пациентки ER-положительные. И мы сравнивали эндокринную терапию в течение 18 месяцев. И затем они прерывали беременность на 2 года для вынашивания и выкармливания ребенка. И затем продолжали. И больше, чем 2 трети пациенток, вы видите, что рецидивов не наступало. Еще один комментарий всего лишь по безопасности беременности со стороны ребенка. Мы поговорили уже о безопасности со стороны матери, теперь со стороны плода. Нет у нас более высокого риска мальформации у плода у тех детей, которые были рождены от матерей с онкотерапией в анамнезе, с противораковой терапией в анамнезе. Но, тем не менее, дети рождались несколько меньше, чем нужно для своего гестационного возраста. И несколько большее количество преждевременных родов наблюдалось. Риск побочных эффектов, тем не менее, выше, если беременность наступала в течение 1 года после окончания терапии. То есть, соответственно, нужно подождать чуть дольше. Мои заключения будут следующие. Сохранение фертильности очень важно для наших пациенток детородного возраста. И мы должны обязательно обсуждать потерю и сохранение репродуктивной функции с женщинами молодыми, несмотря на то, что у нас нет сегодня четкого определения овариальной недостаточности. Тем не менее, нужно все обсуждать с женщиной. И противораковая терапия сама по себе важна для сохранения овариальной функции. Но также нужно учитывать характеристики пациенток. И самое главное, что по результатам исследований и периодов наблюдения, пациентки могут беременеть как с мутацией в гене брака, так и AR-позитивные женщины. И это достаточно безопасно как со стороны женщины, так и со стороны плода. И тот же самый вопрос, с которого мы начали. Итак, беременность после противораковой терапии у пациенток с РМЖ противопоказана. Она безопасна для плода и для матери, безопасна только для плода и для матери. Если у нас... Ага, спасибо за ответы. Спасибо.